девочки сейчас 8 вечера я выпила еще один стакан кефира потому что очень хочу есть по итогу я выпила за весь день ну пачку кефира большого сколько там на литр что еще и утром кофе выпила с молоком вот за весь день чувствую себя хорошо голодная конечно хочется кушать второй день овощной буду на весь день я взяла один огурец пачку овощей замороженных и маску капусту в соли чтобы не так это было все пресно соли добавлять не буду масло тоже не буду добавлять буду вот с морской капусты это все кушать на весь день кушать буду смесь овощей потом морскую капуста огурец и овощи сблизу за место соли лимончиком все так буду кушать на завтрак я ем три сырника они у меня вытянули на 180 грамм также киви на 60 грамм сырники я делаю из рисовой муки творог 5 процентные яйца жарила на сковородке без масла и пью кофе без сахара а сахарозаменителями делала я уже сказала в обед я ем салаты свежих овощей 100 грамм гречки тварной и котлету свиноговяжью на ужин я ем два крылышка запеченных в духовке одно жареное яйцо свежий огурец болгарский перец и степель сельдерея девочки пришли на почту кристовой очереди стоит пока мы сейчас пойдем с ней спортзалу яночки вывали один не просто коренной поле самолочный еще не выпал поэтому мы сходили к стоматологу вывали зубик и сейчас я ее отвела в школу а мы с Кристи пойдем в спортзал сейчас она там купит пакетики пойдем всем привет привет на канале сестры церкви я Света а меня зовут Кристина для системы вместе ведем блог по похудению немного мы уже похудели и ходим дальше эта неделя у меня на диете я уже вчера рассказывала на диете любимой сижу 7 дней первый день это питьевой второй день овощной третий день питьевой 4 ты не уснула 4 день фруктовый 5 день питьевой потом самый вкусный белковый и последний день выход вот такая диета сегодня у меня второй день вы увидели отвесы за первый день это 900 грамм у меня или 800 800 я не слежу за твоими отвесами 800 грамм было 70 900 и стало 70 100 800 вот за первый день 800 грамм отвесы это прекрасно может даже если там была пицца ушла то все равно грамм 300 я точно скинула за первый день так что вот такие результаты девчата сегодня я кушаю овощи овощи я сейчас вам вставила или вставлю покажу что я буду весь день девочки опять будут смеяться я вам вставила вставлю вот сегодня весь день овощной будет завтра опять будет тяжелый день питьевой а ты опять расскажи питьевой что ты воду пьешь одну нет питьевой день то все жидкости можно пить но все соки то только натуральные ну соки вообще пить не буду я пьют кефир пряженку если пить соки можно растолстеть даже да лучше не надо и там всякие желудка будет уже ну по этой диете типа можно но я не знаю там и проблемы у кого желудком представляете на голодный желудок сок выпить это не знаю можно сразу в больницу за три апельсина в одном стакане я считаю что это вообще же только если могу разбавлять водой я чувствую я всегда если сижу на диетах то смотрю по организму только мне становится плоховато и либо бросаю либо что-то меняю еще что-то пока все отлично буду пить кефир и бульон наварю себе бульона в первый день мы ездили затоваем я не смогла ничего наварить пила поэтому кефир и кофе один раз выпила кофе с молоком без сахара вот завтра наварю себе бульон куриный из курит грудки скорее всего без кожу и сварю буду его пить весь день но еще дополнительно литая кефира вот это завтра будет сегодня все показала овощи овощи огурец вот это в тече и морская капуста это на весь день посмотрим завтра какие будут отвесы надеюсь что хорошие ой уже весна девочки хочется поскорее похудеть у меня же не терпячка всегда а кроме этого у тебя какие-нибудь планы еще есть конечно у нас не спорят зал уже был да и мы встали не имеется в дух кроме похудения на сегодня нет вообще миллион а то девочки у нас все время думают что мы только про похудение мы сейчас же мы мы же общаемся насчет похудения просто несколько девочек постоянно пишут нам девочки это ж канал по похудению тронули что по своему похудению вам не надоело про него говорить от нас ждут разговоров про похудение поэтому говорим на семья есть у меня дочка муж коты обычная бытовая жизнь и работа торговля у нас куча диким дом постоянно делаем во дворе личной жизни полно просто у нас же канал по похудению вот этот поэтому мы только да бывает просто чисто влоговый канал где люди вообще просто показывают что они делают ну как бы дома бесконечно там приборка заниматься еще что-то а у нас как бы все равно тематик это про похудение и ждут про похудение девчата некоторые девочки наоборот пишут вы сколько можно личность что-то вы худеете а тут ла-ла-ла-ла-ла непонятно про что да ну как бы на всех не угодить поэтому мы снимаем как снимаем как можем так и снимаем как девочки нацистике мне подарила наша танюша сейска подписчица наша как они вкусно пахнут спасибо танюш большое твой нарциссики нам это запахи дали домашние и вкусный запах ароматный вот от нарциссов у меня голова не болит не болит помните я вам рассказывала что у меня на мимозы такая реакция вот я никогда не забуду как нам в санаторием мужчина занесли вот такую хапку мимоз и вот так вот поставили вот девочки я первый раз не я не ждал что у меня такая реакция будет и я поставил в такую большую вазу он около меня был один стол свободная девочка ушла в отпуск мы поставили на тот стол он стоял вот так вот в одном метре от меня и мне нужно было соскочить побежать какие-то документы подписывать я так соскакиваю и больше ничего не помню я упала в умар да ты чё от запаха мимоз но я помню что мне было плохо никто не понял от чего потом позвали в санаторик все куча врачей прибежали врачи пооткрывали окна и первая врач которая прибежала не помню как она даже сказала ой я захожу прямо запах мимозы наверно может быть ей дышать нечем пооткрывать окна уберите пока мимозы а потом выяснилось да что ну вы же помните что у меня там много на что аллергии а вот на мимозы и у мамы на многие цветы вот если дарят много цветов а наши учителя всю жизнь работала она половина цветов уносим уносили в другие комнаты чтобы рядом с ней не стояли а на нарцисс и на роза у меня все прекрасно не только на мимоза такая реакция а я сегодня штоматологу дочку водила у нее молочный еще не выползу по коренной вылез пришлось опять воевать и там девушку откачивали на вумая купала не три врача там стояла и медсестры все вы почему не поели перед воеванием зубов она все улетела она улетела улетела я перепугалась думаю что значит улетела наверно шпу мою купала на все уже глаза у него стоматолог и написал прийти москопом германии на 40 вообще в ноль не реакции 0 на носит и только по щекам когда начали бить прям сильно на это смотрю повела открыла глаз но на этом совсем молодой или двадцать молоденько потом наверно не худенькая начну знаешь я думала наш к так ухода мне откуда было он сказал просто на голодный желудок может такая быть реакция не на голодный желудок или что там еще какой-то фактор кушать лекарства какие-то там но про это не вообще спрашивают девчата спать зал мы вставили уже или будет нет не будем вставлять мы сейчас ставим спать за мы ходили сегодня позанимали сейчас ставим и об этом поговорим спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Вот... А так... Приседаю я... По 15 раз я только приседаю... Я никогда больше 15 раз за раз не приседала... И делала просто по несколько подходов... Три раз я в основном приседаю по 15 раз... Не глубоко... Вот так вот... Не вот так вот... Угол прямой... Попа прям сидит в присядке... Так и нельзя приседать... Так и никогда в жизни не приседала... Я один раз в жизни приседала так глубоко... Вот в спортзале, кстати, один... Вот помните, в 15 лет я рассказывала... И там тренер, старый дед проходил мимо и сказал... Ты что, в туалет уселась? Так приседать нельзя глубоко... Вообще, в каком бы ты возрасте ни была... У тебя выпрыгнет коленка... Я тогда не поняла, что он сказал в 15 лет... Но я уже тогда поняла, что так глубоко приседать нельзя... Вот... Только вот так вот... Присели... И чтоб коленка вперед еще не выставлялась... Коленка вот так... И приседаем туда... Как будто мы садимся на стул... И встаем... Как бы чуть-чуть ты приседаешь... А то многие проходят... Ой, она не глубоко приседает... Так не глубоко и надо приседать... Я по 15 раз... Сейчас я опять начала только по 15 раз приседать... Да, я тоже опять начала по чуть-чуть... Потому что буду больше... По два подхода у меня какая-нибудь судорога схватит... Надо каждый день начинать по чуть-чуть приседать... Если вы давно не приседали... Так же я вам, девочки, всегда советовала с прессом... Если вы много лет не пресс не качали... Просто начните пять раз качать... Вот просто пять раз... Потому что так вы не начнете никогда... Если многие... Ой, а что там пять раз? Что толк от этих пяти раз? Есть толк... Начните с пяти раз... Просто пять раз... На второй день шесть раз... На третий день семь раз... Или пять раз присели, отдохните... И еще один подход сделайте... Пять раз... Вот... На третий день что-то там увеличите по чуть-чуть... Ну я по одному разу... У меня вообще первый раз... Помните, когда я тогда 121 килограмм была... Я же не могла одного раза подняться... Поднять туловище... У меня же перевернутый треугольник... У меня сверху больше, тяжелее вес... И я первые разы делала... Первый раз три раза... Потом четыре... Вот так... Я по одному всего разику добавляла... А потом, как я уже пресс качала... Поэтому надо по чуть-чуть... Что мы делали сегодня в тренажерном зале? Будут просто вот такие вопросы... Мы сразу же опережаем... В начале, как всегда, со зминки... Я просто стоя без всяких тренажеров делаю зминку... Обычно там руки, ноги покручу... Талию... Потом обязательно на беговой дорожке... Только я сегодня не бегала... Ходила... На девяточке... Сколько? Двадцать минут походила... Потом на велике... Ну а потом уже на эти пошла... На всякие тренажерки... А ты? Я хожу шесть километров в час... Я не хожу... Я даже на семерки не могу ходить... У меня получается, это уже бег... У меня не такая нога... Ну, шаг-то разный... Да... У всех... И когда я первый раз пришла еще... У меня та тренер шла, которой я хочу все заниматься... Она тогда сказала... Ходите хотя бы шесть километров в час... Ну, на шестерки... На шестерки... Потому что толку никакого не будет, если меньше... И так получается у вас хотя бы потоотделение... Я немножко даже вспотела сегодня, девочки... Потому что двадцать минут походила на шестерки... В прошлый раз я на пять с половиной... А потом на шесть ходила... Теперь сразу... Ну как... Все равно ты идешь первые две минуты потихоньку на тройки... Потом раз... И на шестерку перескакиваешь... И потом на шестерки я ходила двадцать минут... На эллипси чуть-чуть позанималась... Девчата, на эллипси всего у меня получилось две минуты... И у меня как начало вот эту ногу мышцу одну тянуть... Я думаю... Ослабли ноги... Ноги ослабли... Опять все равно восстанавливать... Пошла потом... Вот такое движение делала... На внутреннюю поверхность бедра... На внешнюю поверхность... Руки и так покачала... И вот так вот... Заднюю... На трицепс, на бицепс... Пресс покачала... Ну, как бы все по кругу, по чуть-чуть... Потому что, чтобы серьезно опять на что-то... Лучше внедряем в спортзал по чуть-чуть... Да... Ученики заниматься, чем перезаниматься... Ну, по такому принципу можно лежать и чебуречками закидываться... Нет... Ну, нужно заниматься... Ну, хоть хочется полежать и чебуречками... Знаете, как перфекционисты делают... Лучше все или ничего... Я или буду офигенным спортсменом... Или я буду просто лежать и есть... Я не перфекционист... Ну, по такому принципу много людей живет... Я когда-нибудь стану спортивной и красивой... А пока я в этом теле поживу... А потом раз смотришь, а уже 95 лет... Я к тему отношусь, кто худеет с понедельника... Или к лету, к Новому году... А я к тем, которым вроде как бы все устраивало всегда... Что-то мне один вариант нехороший, мне кажется... Все устраивало, и пока ты только уже не смог там... Большие пакеты с едой затягивать в автобус... Тогда решила похудеть, да? Или у стоматолога... Вот это вот... Подняться, чтобы сплюнуть... Да... Так что, девчули, скоро весна... Такая уж лето... Они... Кто хочет, присоединяйтесь... Пишите в комментариях, куда вы ходите... В спортзал, либо дома занимаетесь... Да, как вы начали уже худеть... Получается у вас тяжело, не тяжело... Чего болит... Сколько скинули... Нам все интересно... Будем зачитывать на видео... И все... И отвечать на какие-то автобусики... Спасибо, что вы нас смотрите, девчата... Спасибо вам большое... Девочки, мы увидимся в следующих роликах... Пока-пока... Пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok